Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск новостей на телеканале ОТВ Серпуха. В студии Ирина Баракина. Ракетчики ждут абитуриентов. Филиал военной академии РВЦН принял участие во всероссийской акции «Есть такая профессия – родину защищать». Вне тряд жизни пешеходов учат правильно переходить дорогу по зебре. Зачастую какие-то метр-два могут реально спасти человеку жизнь. «Афганистан болит в моей душе» в Серпухове прошел митинг, посвященный 27-й годовщине вывода советских войск. Слава и низкий поклон солдатам России с честью исполнившим свой служебный интернациональный долг. Глава Серпухова Дмитрий Жариков посетил строительную площадку будущего спортивного комплекса в Ивановских двориках. Это будет один из самых крупных физкультурно-оздоровительных объектов в этом микрорайоне за всю его историю. Спортивный объект в Ивановских двориках с нетерпением ждут местные жители. Уже известно, что выполнен он будет в салатовых тонах и станет главной достопримечательностью в этом районе. Здесь разместятся спортивный зал для дошкольников, фитнес-зал, сауна, спа-центр, массажный салон, тренажерный зал и бассейн на 25 метров. Строительную площадку посетил глава Серпухова Дмитрий Жариков. Он проверил, как идет строительство и попросил застройщиков не затягивать сроки сдачи объекта. Те, в свою очередь, заверили, что новый спортивный комплекс будет создан до конца 2016 года. Мы активно начнем продолжение строительства, но спад строительства непонятно, чем обусловлено. Вся страна сейчас переживает тяжелые времена, но мы надеемся, что то, что в наших планах было обозначено, так и останется. В 2016 год это будет здание, которое можно уже будет эксплуатировать. Уже достигнуто соглашение между администрацией города и застройщиком, что местные школьники из лицея Серпухова получат бесплатные часы в новом бассейне. А физкультурный зал для самых маленьких серпуховичей станет единственным в городе специализированным физкультурно-оздоровительным центром для дошкольников, оборудованным по последнему слову техники. 15 февраля на Звездной площади у памятника Черный тюльпан состоялся митинг, посвященный 27-й годовщине вывода советских войск с Демократической республики Афганистан. Именно в этот день официально завершилась история самого затяжного локального конфликта в истории с СССР – войне в Афганистане. Этот день навсегда вошел в историю нашей страны. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских солдат. До этого дня – 9 с лишним лет изнурительной войны, которая унесла свыше 13 тысяч советских солдат и офицеров. В Серпухове в этот день прошел митинг памяти и скорби. В вооруженном конфликте участвовали 286 наших земляков. 37 из них так и не вернулись на родину живыми. На Звездной площади собрались не только ветераны Афганистана, но и члены боевого братства и родственники погибших. Почтить память наших земляков пришли и простые жители, школьники, курсанты РВСН, участники других локальных конфликтов и руководители администрации города. Сегодня мы отдаем дань памяти, дань уважения всем тем, кто принимал участие в вооруженных конфликтах, в войнах за пределами нашей страны. Мы разделяем боль и утраты с родными и близкими, потерявшими своих отцов, мужей, сыновей. Слава и низкий поклон солдатам России с честью исполнившим свой служебный интернациональный долг. Память павших почтили минутой молчания. К памятнику у черный тюльпан возложили венки и цветы. Монумент Серпухове был открыт в 2005 году. Он посвящен военнослужащим и нашим землякам, погибшим в Афганистане и на Кавказе. Черным тюльпаном называли самолет, который доставлял груз-200 с телами погибших солдат домой. Серпуховский филиал военной академии РВСН имени Петра Великого в субботу открыл двери для всех, кто хочет больше узнать об этом роде войск. Мероприятие посетило более тысячи школьников призывного возраста со всей России. День открытых дверей прошел в рамках всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – родину защищать». Будущим абитуриентам, которые решили связать свою жизнь с военной службой, рассказали об условиях и льготах при поступлении в ВУЗ. Обучение в академии проходит на бюджетной основе в течение пяти лет, а по программе среднего образования – в двух с половиной лет. Во время учебы курсантов обеспечивают одеждой, питанием и проживанием в казармах. Для теоретической и практической подготовки курсантов филиал оснащен современными учебными кабинетами, тренажерами и учебными пусковыми установками. К слову, в этом году ракетчики абитуриентов продемонстрировали стартовую батарею в полном составе, включающую в себя легендарный «Тополь-М» и боевую противодиверсионную машину «Тайфун». В Серпухове прошла акция, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД вместе с депутатами городского совета решили необычным способом напомнить серпуховичам о том, что на дороге спасти жизнь может всего лишь один метр. До пешеходного перехода всего несколько метров, но женщина все равно перебегает дорогу в неположенном месте возле стадиона труд. Страшная статистика ее не пугает, а ведь именно здесь и на участке дороги возле торгового центра «Корстон» зафиксировано самое большое количество ДТП с участием пешеходов. Наибольшее количество ДТП, где у нас погибают и, соответственно, получают ранения, это у нас наезды пешеходов. С начала года на территории обслуживания отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Международного управления ВД России Серпуховской произошло семь дорожно-транспортных происшествий с наездов на пешеходов, в результате которых один пешеход погиб. По метру в руки, пусть и символическому, но очень понятному. Сотрудники госавтоинспекции и клены Совета депутатов вручают прохожим сантиметровую ленту. Чтобы еще раз напомнить, не дойдя именно этот метр до пешеходного перехода, можно лишиться здоровья и даже жизни. Зачастую какие-то метр-два могут реально спасти человеку жизни. Многие пешеходы ленятся дойти до регулируемого участка пешеходного перехода, и из-за этого происходит непоправимое. Сотни записей с видеорегистраторов в интернет-сети только подтверждают факты. Наезд на пешехода по-прежнему самый распространенный вид ДТП. Чтобы снизить количество таких аварий, опасные перекрестки оборудовали металлическими ограждениями. Несколько метров конструкции тоже призваны защитить от трагедии. Но каждый раз пешеходам все равно приходится напоминать – это небольшое расстояние действительно спасает жизнь. Ася Климова, Данил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ «Серпухов». А к этому часу это все новости, которые вы можете посмотреть на официальном сайте администрации города и на сайте ОТВ «Серпухов». Напоминаем, что ваших сообщений мы ждем по телефону 128-101 и 128-151. С вами была Ирина Баракина. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»